Да или нет? Вообще, если выбирать между да или нет, то лучше да. Поэтому, когда я вас спросила, стоит ли мне отыгрывать школьницу со Smart School Boy 9, вы мне сказали да, Аня, давай. Поэтому сегодня я максимально постараюсь это сделать. Все, ребята, мы прекращаем вот эти вот наши туси-боси, я не школьница. Хватит сломаться, да? С этого момента я школьница, которая ходит в школу. Нам как-то что-то нужно делать с этим фейком, я пока не знаю что, честно. До сих пор. Но у меня появилось несколько идей, несколько очень абсурдных и смешных идей. Если что-то получится в этом ролике сделать, то сделаем, если нет, то в следующем. Ну что, и всем большой привет, ребята, меня зовут Аня Портер, и добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем переписываться со Smart School Boy 9, и если вы не смотрели прошлое видео, то лучше сначала посмотреть их, а то что-то как-то не сложится у вас, если вы начнете с этого видео. Со мной новый напиток, прикиньте, со мной. Витамин С. Я пила в прошлых роликах воду, теперь я пью витамин С. Я чуть-чуть почему-то заболеваю. Ааа, вкусняшка. Поэтому вы тоже себе подготовьте чаёщик, кофеёчек, и мы с вами отправляемся рекламировать мои социальные сети. Ребятки, ну-ка, давайте. Телеграм подписочку оформили. Тик-ток подписочку оформили. Ватпад. Обязательно твич не забываем. Что ищу. Ну, в общем, все ссылки в описании. Го, жду. Итак, он мне пишет. Почему ты рассказала папе обо мне? Я просил тебя не рассказывать. Просил? Всё, что ты расскажешь... Это выдумки. Я с чего вообще взял, что ты что-то рассказал о папе? Я помню, что мы только писали, что вот папа зашёл в комнату. Мы не рассказывали ничего папе. По крайней мере, пока что. Да? Тебе никто не поверит. Дружи со мной, Аннабой Элевен должен быть послушным. Знаете, что мне тут не понравилось? Что он написал, что всё, что ты расскажешь, это выдумки. Тебе никто не поверит. Обычно так делают манипуляторы, манипулируя именно таким образом своими жертвами. Они стараются им внушить, что если они откроют свой рот, им никто не поверит, сочтёт их сумасшедшими и всё в этом роде. Это я к чему? К тому, что для меня интересно понять, в какой категории возрастов примерно этот человек. От нуля до восемнадцати, от восемнадцати до тридцати или старше. Я не рассказывала о тебе, папе. Аннабой хороший, послушный. Аннабой. Мы должны оставить втайне нас. Почему? Ты же не хочешь, чтобы я исчез? Почему ты можешь исчезнуть? Меня ищут. Кто? Плохие люди. Я вёл себя хорошо, но им не нравится. Кому не нравится? Да что ж, ты такой, такой странный. Да можно уже нормально написать? Я фейк. Мне пять лет. Напиши, как есть. Я не понимаю. Блин, я не понимаю. Ты что, не понимаешь? There are danger... А, они опасны. Опасность. И я опасный. Они узнают это совсем скоро. Но пока мне нужно молчать. Вообще-то, когда мы с ним переписывались, он говорил, что он хороший, что он ничего плохого не сделал. А сейчас он пишет, что он опасный. Кстати, ребята, я видела, что многие не знают, кто такой Smart School Boy 9. И очень много различных вопросов на этот счёт. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я сняла прям большой целый ролик, посвящённый этому человеку. Чтобы я вам рассказала, кто он, нашла всю информацию, которая вообще есть о нём в интернете, и рассказала об этом вам. Если я буду этим заниматься, я постараюсь достать всё. И я видела, что многие пишут, что его зовут Дэвид. И ему 60 лет или сколько? Так вот, дело в том, что эту информацию официально не подтвердили. Эта информация где-то просочилась, но она не подтверждена официально. Так вот, если вы хотите, чтобы я занялась этим делом и поискала о нём всё, что могу, всё, что возможно, то пишите в комментариях, я постараюсь выпустить о нём отдельный ролик, чтобы всем было больше понятно. Ты опасный, ты же писал, что ты хороший. Я опасный для тех, кто меня ищет. Они узнают, узнают всё. Хорошо, может, расскажешь мне? Аннабой наказан. Почему? Хватит. Потому что у Аннабой Элевен длинный нос, который ей мешает. Ребята, это что такое? Это типа он хочет отрезать свой нос. В смысле длинный? В смысле длинный? В смысле? Где? Нормальный, блин, нос, блин. Чё в комплексе навязывает? Ну, среднего размера, да? Ну и не длинный, ну и не короткий. Ну не настолько, чтобы его хотеть отрезать ножницами. Как бы это выглядело? Ну-ка. Не, ну чуть-чуть-то можно, в принципе, отрезать. Ребят, да я схожу с ума иногда, окей? А что будет, если мы ему вот так отправим? Ладно, всё. В этом видео действия совершены профессионалами. Не выполняйте их дома. Не, выглядит жёстко. Вот я, я такое могу сделать. Но никто не имеет права трогать мой нос. Только я могу. И вы. Потому что я знаю, что вы ничего плохого мне не сделаете. А вот это хочет мне реально отрезать походу нос. И что ты хочешь? Отрезать мой нос? Да. Я сделаю из него украшение. Ребят, у человека возникла мысля отрезать мне нос и сделать из моего носа украшение. А мне кажется, это и вообще неадекватно. Блин, кто же это был? Кто же это был? Я снимала про это видео или нет? Снимала или нет? А, или это фильм такой был? Коллекционер? Нет. В общем, я забыла, но я знаю, что был человек, который отрезал людям, например, ноготь или что-то похуже. И это прям коллекционировал. И такой человек реально существовал. Поэтому мне сейчас стало страшно. Прикиньте, это его последовало. Ладно, всё. Давайте пока об этом не думать о плохом. Веди себя хорошо, моя девочка. Ты меня злишь. Чем? Зачем ты выложила, как ты танцуешь? You dance. А, ты танцевал без моего ведома, моего разрешения. Что? Зачем ты выложила, как ты танцуешь? Ты не брала у меня разрешение. Во-первых... А с хера ли я должна брать разрешение? А во-вторых, я не танцевала нигде. Да? Я в ТикТок сейчас только всякие видосы и истории, типа страшные снимаю. Пока что. Вроде. Я не выкладывала. Я видел. Ты показывала ноги. Зачем ты это сделала? Ты разозлила меня на бой 11. Вместо того, чтобы учить уроки, ты показывала ноги. Это что? Да ты у нас поэт. Вот и рифмы научился делать. Ну какой? Помните его стих, ребят? Там рифмы просто zero. Охаха, о чем ты? Ты пропустила занятия. Плачешь. Не плачь. Да, хорошо. Я вижу, что ты готовилась. Одела юбку и рубашку. Не плачь, а на бой 11. Я выбью из тебя, дурь. Дада, не надо! Пожалуйста, дада! Мне кажется, или он стал агрессивнее, чем в прошлые разы? Вам так не кажется? Какой-то он как будто бы стал чуть по-другому писать. И как будто бы стал агрессивнее. Почему ты пропустила школу? Почему я пропустила школу? Ну давайте, давайте заболела. Что еще можно придумать? Мне стало не по себе. Я хотела в школу, но мне кажется, у меня температура. Я звонил тебе. Ты сказала, что ты в школе. Ты обманула меня, а на бой 11. Я ждал тебя, но ты не вышла. Я пришел домой. Не плачь, а на бой 11. О боже, что я? Что? Он меня опять избивает. Он меня бьет по жопе. Ты нормальный? Прекрати быстро. Говори, что ты делала. Зачем ты меня бьешь? Я вызову полицию. А на бой 11 заклеен рот скотчем. А на бой связать руку. Он надо мной издевается. Говори, что ты делала. Ты дурак! Как я тебе скажу, если ты мне рот скотчем заклеил? Головенка думает? Голова. Попой цветы нюхаешь? Я собралась в школу. Потом я почувствовала себя плохо. Ладошкой померила температуру. А там 37,7. Я осталась дома. И все. Почему ты мне сказала, что ты в школе? Потому что ты дурак. Я уснула, и мне было плохо. Возможно, я спала, когда ты звонил. И бредила. И в бреду сказала тебе, что я в школе. А, страйк? Дисквалификация за ложь? Или как? Давайте, короче, переведем. Дисквалификация. По идее, страйк это дисквалификация. Страйк? Дисквалификация за... А, короче, удар за ложь. Лжеца на бой Элевен. Да что ты хочешь уже? Что? Я хотел, чтобы дружба без ложи. Ты тупой. Я говорю, я заболела. Где тут ложь? Если так вообще рассуждать, то он же знает, что я не школьница. Хорошо, даже если он не знает. Я ему 10 раз сказала, что я не школьница. Сейчас мы решили все-таки взять на себя вот эту вот роль школьницы. И в школу я собиралась. По идее. Должна была я пойти в школу. А он говорит, почему ты не пошла? А я говорю, потому что я заболела. Он убьет меня и говорит, нет. Я ему говорю, у меня температура. Он меня говорит, нет, ты лжец, Анна Бой. Ты меня обзываешь? Нет. Ты сказала, smart school boy nine, тупой. Так это правда. Анна Бой идет в подвал. Хорошо, пойдемте, ребята. Да, давайте спросим про Петю. Может быть там Петя в подвале? Ребята, я хочу спасти Петю. Мы это можем как-нибудь сделать? Как вы думаете? Мы сможем как-нибудь спасти Петю? По крайней мере попробуем. Где Петя? Ты Петю в подвале держишь? Да. Петя Бойтен пытался убежать. Почему? Петя Бойтен не хотел дружить со мной. Зачем тогда его заставлять? Пусть идет. Бедный Петя. Это получается все, ребят. Значит, Петя... Какой кошмар, ребята. Петя не хотел быть со smart school boy. Петя все-таки не его друг. Smart school boy нам врет. Бессовестный ты smart school boy. Бессовестная морда у тебя. А я твои песни слушала. А ты, оказывается, Петю, Петерли обижал. Зачем ты это делал? Девочек обижал. Нет. Петя Бойтен никогда не уйдет. Ты сейчас в подвале? Анна Бойтен не лезть не в свое дело. Анна Бойтен должен раздеться. Анна Бойт согласен? Нет. Покажи мне Петю быстро на стол, блин. Петю мою, покажи, блин. Анна Бойтелен должен раздеться. Анна Бойт согласен? Нет. Покажи мне Петю быстро, иначе я уйду. Сейчас мы опять позовем папу. Хочешь? И кто-то обосрется снова. Жесть. Что это такое? Ребят, это очень жуткая картинка. Это не Петя. Вот на Smart School Boy это похоже. Я вам это не покажу здесь. Переходите в мой Телеграм, я вам скину туда. Тут тоже бледное лицо, большие красные губы, но это не Smart School Boy, ребят. Вообще-то больше похоже на девочку. Но это не Петя, наверное. Мне так кажется. Петя будет хороший. Петя не такой. Это не Петя. Это я. В смысле? О боже, в смысле? Ребят, у меня сейчас наши глаза заслезились. А на самом деле... Нет. Блин, ну это реально похоже больше на Smart School Boy. А если он так выглядит без макияжа вот этих своих, что у него там, грим или маска? Я так и не поняла, что там у Smart School Boy. Голосовые. Что-то непонятное. О боже, я не могу вот это вот слушать, ребят. Вот это я вообще не могу. Посмотрите, как свеча дергается. Мне вот... Мне... Вот когда я слышу детский плач, у меня что-то такое внутри срабатывает. Мне кажется, что реально он кого-то там мучает. Ты какой-то придурок. Ты хотела Петю. Вот... Петя. Третий. Типа это Петя плачет? Я не верю, ребят. Ну не может же быть такое, что у этого чела реально... О нет, я не хочу об этом думать. Боже. Откуда у него эти голосовые? Что это такое? Мне сейчас стало очень жутко. Прикиньте. Там реально у него кто-то сидит. Прикиньте. Не хочу вообще, блин. Мне страшно от этого. Аннабой Элевен, замолчи. Ложи спать. Аннабой идет спать. Аннабой лежит в подвале. Нет, я не хочу спать. Что это? Я не буду спать! Ну-ка, покажи Петю! Че так жутко? Алло! Алло, епта. Что это значит? Что это такое? Это красные кресты. Типа все? Нельзя писать ему или что? Я иду спать. Он пишет, я лежу в подвале, я иду спать. Все это, типа, он мне приказал спать, и я больше, типа, ничего не могу. Странно. Мне кто-то подсказал в телеграм-канале, что есть такие приколы, вот, про которых я говорила в прошлых роликах. Роллки. Вот. Когда вы в интернете на себя берете разные роли. Например, я Беллый Сумерок, а вы Эдвард Калин. Например, и вы такие, моя Белла, я поставлю тебе лайк. А я такая, о, Эдвард, лайк, можно еще комментарий? А вы такие, моя Белла не выдержит такой наплыва, такой страсти. А Белла такая, нет, Эдвард, давай! В общем, что-то вот в этом духе. Да. В общем-то, и многие люди, вот, берут на себя разные роли в интернете и отыгрывают их. И вот кто-то мне сказал, что, скорее всего, этот чел делает то же самое. Что он дал мне роль школьницы. У него пока неизвестно, какая роль какого-то маньяка. И он отыгрывает эту роль. Только нам пока особо-то и ничего не понятно, ребят. Нам реально ничего не понятно, что это за красные кресты. И не получается. Я ему пишу разные буквы, по две, по три буквы. Прошло уже 3-5 минут. Я ему пишу. Он мне присылает красные кресты. Вот. Фотку, которую он мне отправил, она очень жуткая. Переходите в мой ТГ, я вам покажу. Это, правда, похоже на... Ну, на что-то вот в стиле Smart School Boy. Но я сомневаюсь, что это он. В следующем видео я хочу притвориться папой. Очень интересно, как он отреагирует. Очень сильно. Ребят, не забывайте, пожалуйста, что ваш лайк и ваш комментарий помогают моим роликам продвигаться. Поэтому даже если вы напишите два, там, одно слово, это очень сильно мне поможет. Ну, а на этом было все. Обязательно ставьте пальцы вверх, чтобы зарядиться волшебно... Кольцо упало пыльцой. И пишите комментарии, чтобы прогнать злых духов. Я вас очень сильно всех люблю. Всем пока!